Я думаю, что когда Олимпиада закончится, начнут сводить бюджеты, пытаться понять, сколько потрачено на то, на другое, на третье. Олимпиады не закончатся для России с моментом церемонии закрытия, это очевидно. Но ведь есть такая штука, как престиж, как отношение к стране. Если страна в состоянии принять Олимпиаду, да, это страна, часть общего глобального пространства земного шара. Поэтому для нас это просто вопрос престижа. То, что у нас внутри происходит, ведь это правда никого не касается, из тех, кто сюда приедет. А приедут спортсмены, а приедут функционеры, приедут журналисты, приедут, в конце концов, простые любители спорта, которым просто хочется праздника. Давайте лучше сосредоточимся на этом, на том, как мы, россияне, вообще и город Сочи в частности, будет встречать вот именно тех, кто приедет. Вот правда не вопрос, да, это как гостей принимать. Вот ты уже вложился, ты уже купил еды, ты уже накрыл стол, ты уже придумал развлечение. И дальше тебе просто надо, чтобы это прошло хорошо, и чтобы гости расходясь сказали, а как же было круто, неплохо бы еще раз приехать в Россию. Вот как-то так, мне кажется, к этому вопросу надо подходить. Тем более, что действительно на карте России и в инфраструктуре Сочи появилось огромное количество объектов, которые потом можно будет использовать по различным назначениям. И как спортивные объекты, и как культурные объекты в том числе. Я вообще сторонник того, чтобы искать везде позитив. Ну и есть еще один маленький нюанс. Именно, по-моему, это было, сейчас скажу даже точно число, 5 июля 2007 года, когда было объявлено о том, что именно Сочи, именно этот город выиграл отбор. Тогда зародилась моя семья. Собственно, тогда мы с мужем и познакомились в этот день. Поэтому, как я могу относиться к этой Олимпиаде по-другому? Я люблю Сочинскую Олимпиаду.